Владимир Козлова Я рада, что его коллеги, его соратники поддерживают его в этом вопросе. Не только они, но и мы родственники. Я сама лично написала заявление на имя министра. Да и сам Владимир Козлов, он также в конце августа написал официальное заявление о переводе Алматинской области. На этот раз общественники требовали даже не освобождения Козлова из-под стражи. Дело в том, что по законам Казахстана осужденные должны отбывать срок в исправительном учреждении по месту прописки. Но Козлова, зарегистрированного в Алматы, отправили куда подальше, в Петропавловск. По этой причине гражданские активисты написали обращение на имя министра МВД Калмухамбета Касымова и председателя КУИС Бауржана Бердалина с просьбой перевести заключенного оппозиционера на территорию Алматинской области. Маленькая надежда, конечно, остается. Я надеюсь, что все-таки люди там найдутся, благоразумные люди, которые наконец-то поймут, что все-таки... Человека уже осудили, да? Да, они справедливо осудили. И он уже отбывает наказание. Но даже на этой стадии они готовы его прессовать, готовы мучить его и его семью. Может быть, все-таки им это надоест. На воле Владимира Козлова ждет единственный близкий человек – супруга. Из-за того, что женщина ждет ребенка, ей сложно и дорого часто навещать мужа, который находится так далеко. Но когда это становилось достойным аргументом для сильных мира сего? Напомню, Владимир Козлов был лидером оппозиционной партии «Алга», которую 21 декабря Алматинский суд признал организованной преступной группировкой. Сам Козлов приговорен к 7,5 годам тюремного заключения за так называемое возбуждение социальной вражды и розни. Субтитры создавал DimaTorzok